Субботний эфир телеканала Радуга-3 начинает итоговый выпуск новости недели. Здравствуйте! Добрый вечер! С вами Надежда Щепакина и Дмитрий Сурков. В начале выпуска коротко о главном. В каждом вопросе индивидуальный подход. Глава муниципалитета провел прием граждан. Активная жизненная позиция и каждодневный труд. Член Президиума районного совета ветеранов Виктор Плотников отпраздновал 90-летний юбилей. Рожденные в сердце России артисты Сергеевского района представили свою программу в рамках губернского фестиваля. Соревнование, как проверка резерва первенства района по настольному теннису, прошло в сухой доле. В общественной приемной рабочая неделя началась с очередного приема граждан. На сей раз вопросы жителей, а также их проблемы обсуждал и решал глава муниципалитета. Всего к Алексею Веселову записалось порядка 10 заявителей. Как всегда, диалог власти и населения выдался насыщенным. Приемы граждан как форма обратной связи населения с властью призваны помочь жителям района в решении конкретных проблем, с которыми им не справиться самостоятельно. Из тех, что были озвучены на очередном приеме главы муниципалитета, в одночасье решатся немногие. Жилищная тема, актуальная для нынешнего времени, звучала практически от каждого заявителя. Вот смотрите, вот в прошлом году, ну как дома, вот там вот стена, видите, у меня то, что она еще больше расходится, да. Вот этот вот потолок там. Шесть из девяти проблем обратившихся так или иначе касались темы жилья. Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда, помощь в ремонте дома и приобретение строительных материалов, выделение жилья по статусу сирота, участие в программах. Выслушав каждого, Алексей Веселов дал пояснение в рамках действующего законодательства. Просто ветхого и аварийного жилья, то есть мы понимаем, что мы программу до 2012 года реализовали, но тем не менее такого жилья еще аварийного остается 25 тысяч квадратных метров на территории района. Сейчас с этой проблемой люди активно обращаются, да, но мы ждем, когда программа заработает, на уровне федерации ее примет, будем также активными участниками. Вопрос времени, да. Сегодня как бы много и по ремонту жилья, тоже были вопросы, связанные с этим. Мы будем оказывать помощь, смотреть, особенно вот многодетным семьям. Однако граждан, пришедших в этот день на прием, волновало и многое другое. Не обошлось без обращений коллективного характера. Так жители Суходола просят благоустроить дорогу по улице Луговой. Аналогичная просьба и от жителей Полевой, что в Сергеевске. 42 года лет живу, вот галоши, сапоги не снимаю. Сейчас ребятишки в школу ходят, машины едут, их всех облепает. Они бедные, не знают, куда делать. Мы уже не раз говорили, активность жителей в первую очередь это основной показатель, что там будут в первую очередь решаться проблемы именно того или иного квартала, улицы и так далее. Там, где нас услышали, там мы на сегодня имеем результаты. Я также призываю всех жителей быть активными, не оставаться в стороне. У нас очень много проблем по благоустройству, но мы их постепенно, поэтапно решаем. И чем больше будет активность, тем больше есть у нас вероятность получения средств на территории для решения этой проблемы. Еще одно обращение касалось перерасчета за коммунальные услуги по теплоснабжению. А также жительница Сургута, молодой педагог, обратилась к Алексею Веселову с просьбой помочь ее семье, которая после пожара осталась без крыши над головой. Надежда Щипакина, Руслан Зубрев, телекомпания «Радуга-3». А в зале администрации перед началом еженедельной планерки с руководителями предприятий, организаций и учреждений честовали одного из самых заслуженных жителей муниципалитета. Член Президиума районного совета весеранов Виктор Александрович Плотников отметил свой 90-летний юбилей. С днем рождения замечательного человека поздравил Алексей Веселов. В понедельник утром в зале администрации честовали одного из самых уважаемых жителей муниципалитета – Виктора Александровича Плотникова. За свою долгую трудовую деятельность он был удостоен различных наград, имеет богатую историю. В Серьевский район приехал в 1975 году и сходу возглавил районный финансовый отдел. Должность была очень ответственная. Все-таки это снабжало экономическое состояние района. Он и проработал до самой пенсии в этой должности. Самые хорошие отзывы и у моего поколения к этому человеку, как к работнику, специалисту, потому что это сложный был очень в тот период времени участок работы. Далее Виктор Плотников проработал начальником гражданской обороны. К тому же он активно занимался ветеранской деятельностью. Возглавлял совет ветеранов сельского поселения Сергеевск. Являлся заместителем председателя районного совета ветеранов. Он и сегодня продолжает активную работу в данном направлении, являясь членом президиума этой общественной организации. Проводит очень большую работу по патриотическому и нравственному воспитанию не только молодежи, но и в целом всего населения. Поэтому его часто можно видеть на уроках мужества, на встречах с молодежью, на таких мероприятиях патриотической направленности. На днях Виктор Александрович отметил 90-й день рождения. С юбилеем его поздравили коллеги и друзья. Слова благодарности выразил и глава района Алексей Веселов. Столько водоносил развитию района, поэтому огромные вам слова благодарности. Я рад, что вы, выйдя на пенсионный возраст, не бросили район, стали заниматься очень важным и нужным управлением, работой в совете ветеранов, потому что это тот орган, который, наверное, на самом деле нам очень сильно помогает. Здоровье, еще раз здоровье, дай Бог нам всем 90 лет вот так вот выглядит, быть бодрым, свежим, правильно? Несмотря на столь солидный возраст, Виктор Александрович бодр и полон сил. На церемонию награждения он пришел сам, причем пешком. Признается, выглядеть в такой великолепной форме ему помогает исключительно активный образ жизни. Ни одного дня без физического труда. Движение – это жизнь, самое главное. И здоровье, здоровый человек должен следить за здоровьем, должен следить сам за своим здоровьем. В планах у Виктора Плотникова в ближайшее время принять самое непосредственное участие в нескольких мероприятиях районного совета ветеранов. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В этом году губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» стартовал в конце сентября. За месяц свои выступления уже продемонстрировали 16 городских округов и муниципальных районов области. А на этой неделе, точнее в понедельник, свою конкурсную программу представил и наш Сергиевский район. Люблю тебя, моя Россия, всем сердцем пламя налюблю, свои просторы разностные. Свыше 600 участников и несколько сотен зрителей. Самобытные театральные постановки, яркие вокальные и танцевальные номера. Этим запомнился губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Вместе с сергейскими артистами в этот же день театральные подмостки покоряли представители Красноармейского и Кошкинского районов. Стоит отметить, что в этом году фестиваль проводится в пятый раз. И за пять лет он зарекомендовал себя как культурное событие, значимое для всех городских округов и муниципальных районов области. Ежегодно не только демонстрирует лучшие образцы творчества самодеятельных коллективов нашего региона, но и ознакомит огромное количество зрителей с культурой народов, проживающих в Поволжье и России в целом. Количество его участников постоянно растет, а уровень подготовки артистов становится все совершеннее. В числе лучших и наш муниципалитет. Мне вот, например, очень нравится название вашей программы, вернее, вашего района. В моей России «Мироперезвон» с «Мелодией души» созвучен он. Я очень буду с нетерпением ждать. Вот вы, по-моему, вторые выступаете. Поэтому желаю всем участникам удивительного, радостного настроения. И в этом году Сергийский район оправдал ожидания. Артисты представили программу под названием «В моей России мироперезвон» с «Мелодией души» созвучен он. Такое наименование было выбрано не случайно. Все номера участников повествовали о добре, мире и патриотизме. Вначале зрителям был показан видеофильм с участием жителей Сергийского района, где представители разных сфер деятельности рассказали, что значит для них родина. А затем здесь развернулся целый спектакль, в котором гармонично сочетались 7 народных и танцевальных коллективов, а также военно-патриотический клуб «Подвиг», отряд Сергеева «Дружина» и многие другие. Всего на сцене оказалось 300 представителей Сергийского района. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В течение 45 минут зрители имели возможность насладиться ярким вокалом образцового ансамбля «Голоса России». Песня, исполненная на нескольких языках представителями разных национальностей района, была щедро одарена овациями и зрительскими аплодисментами. Завораживающе красиво выступили юные сергиевские гимнастки. А окончилось выступление выходом на сцену всех участников под волшебный голос Елены Летуновской. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эмоции в этот день захлестнули всех, как зрителей, так и болельщиков. Кто-то смеялся, кто-то плакал, но в любом случае равнодушных не осталось. Переживали за сергиевские коллективы и земляки. Среди них представители администрации муниципалитета. Мне очень понравилось. Я был в прошлом году, и динамика заметна, и заметна в лучшую сторону. Очень было все красиво, профессионально. Поэтому сергиевский район не уронил себя в грязь лицом. Был на достойном уровне, я считаю. После нас еще будут кошки выступать. Но я думаю, все-таки выступление сергиевского района, оно было такой изюминкой сегодняшнего вечера. Эта встреча не последняя. Наши участники оказались практически в начале программы фестиваля. Напомним, он продлится до 2 декабря текущего года. В этом году творческие номера будут оцениваться по двум номинациям. Городские округа и муниципальные районы. Валентина Поликарпова, Антон Иванов. Для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Ну а в середине рабочей недели в зале администрации насущные проблемы. Обсуждали главы поселения. Там состоялся очередной семинар. На сей раз повестка дня была не очень богатой. Тем не менее, некоторые вопросы потребовали значительного времени. Так собравшись, уделили особое внимание работе почтовых отделений на периферии. Обсуждаемых тем было немного, но их важность от этого меньше не стала. Обращения жителей, касающиеся закрытия почтовых отделений, не прошли мимо власти. Поэтому на семинаре глав обсуждению этого вопроса уделили особое внимание. Как пояснила представитель Сергеевского почтамта Лариса Теребинова, каждое почтовое отделение должно обслуживать не менее двух тысяч населения. Там, где этого нет, почта вынуждена перейти на так называемую мобильную работу. А это значит, что некоторые почтовые офисы обслуживают население теперь три раза в неделю. И в основном эти новшества коснулись периферии. 1 октября почтовое отделение будет работать по новому графику. Я это совершенно случайно узнала от людей. Ой, ай, нас, наверное, совсем мы тут выбримся, про нас забыли. У нас и почта будет работать в три дня в неделю. Как? Почему? Откуда? Поставили вопрос ребром. Недовольных много, ведь в небольших деревнях почта оказывает населению широкий перечень услуг. Кроме того, она выполняет еще и важную социальную миссию. Но Почта России пошла по пути многих подобных организаций, сокращая убыточные направления в своей работе. Почта России не идет на закрытие отделения связи и старается сохранить свою сеть, так как мы все-таки предоставляем социально значимые услуги в населенных пунктах. Согласно приказу в ГУП Почты России мы перешли на новый режим работы, в котором указано, что отделения связи с численностью менее тысячи человек будут работать три дня в неделю с режимом работы шесть часов. Жалобы, конечно, и обращения поступают, но, как я уже сказала, что это все делается, чтобы сохранить сеть отделений почтовой связи. В сложившейся ситуации сельчанам остается лишь привыкнуть к новому режиму работы почтовых отделений. Помимо прочего, обсудили собравшиеся вопросы, затрагивающие сферу жилищно-коммунального хозяйства, а также заслушали аналитику промежуточных итогов опросов населения об уровне удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Надежда Щипакина, Руслан Зубрев, телекомпания «Радуга-3». Изменения и дополнения в бюджет муниципального района Сельгинский вносятся практически на каждом заседании районного собрания представителей. Не стало исключением и минувшая встреча, прошедшая в среду. Тема бюджета района стала основной в повестке дня. Очередное заседание районного собрания представителей состоялось в минувшую среду. Повестка на этот раз не заняла большое количество времени. На обсуждение вынесен всего один вопрос. О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципалитета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Проект на решение собрания представителей муниципального района Сельгинский о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района Сельгинский на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Собственные доходы уменьшаются по расчету Министерства финансов и саморасходности на 1 миллион 777 тысяч рублей в части неналоговых доходов. Доходная часть бюджета в части безвозмездных поступленных увеличивается на сумму 14 миллионов 406 тысяч рублей. 1 миллион 581 тысяч рублей из данной суммы будет направлено на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту крыш жилых домов, поврежденных в результате урагана. Напомним, случай произошел 5 июля текущего года. На 10 миллионов рублей планируется осуществить финансирование ряда мероприятий. Среди них благоустройство контейнерных площадок в сельском поселении Воротния, благоустройство и ремонт дворовой территории многоквартирных домов в поселке Суходол по улице Парковой. Установление контейнеров для вывоза ТБО в селе Захаркино. Устройство детских игровых площадок в Антоновке, Светлодольске, по улице Невская в Сургуте и по улице Семеренко поселка Суходол. Помимо прочего, будет произведена замена игрового оборудования на одной из старейших детских площадок района, расположенной в центральном парке села Сергийск. Таковы решения по части безвозмездных поступлений. Изменения коснулись и расходов за счет местного бюджета, в частности, решения по ремонту ФАП в селе Кондопулак. Провели корректировку суммы поступлений по строительству ФАП в селе Кондопулаке, то есть постановлением данным уменьшена сумма, так скажем, общего финансирования областного федерального, соответственно, на 3 тысячи уменьшается местный бюджет. То есть у нас было 3,829 тысячи рублей выделено на этот объект. А после постановления, после корректировки по выполнению фактически выполненных работ, внесли корректировки и уменьшили на 24 тысячи данные. В целом, в результате внесенных дополнений доходы составят 907 миллионов 391 тысячи рублей. Расходы 949 миллионов 67 тысячи рублей. Дефицит бюджета насчитывает 41 миллион 676 тысяч рублей. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Приоритетные вопросы образования звучали на этой неделе на заседании районного родительского собрания. Рассмотрели и обсудили сразу несколько важных тем от профилактики детского дорожного травматизма до итогов аттестации выпускников прошлого учебного года. Добрый день, уважаемые приглашенные. У нас с вами первое районное родительское собрание в новом учебном году. Обсуждают самые волнующие вопросы. Одной из первых тем заседания районного родительского собрания стала тема детского дорожно-транспортного травматизма. И не случайно. Учебный год начался, а вместе с ним обостряется дорожная ситуация. Дети разного возраста становятся участниками дорожного движения. Не допустить неприятных, а тем более печальных ситуаций на проезжей части – задача не только учителей, но и родителей. По статистике, на сегодняшний день на территории района уже произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 детей. На сегодняшний день в дорожно-транспортных происшествиях у нас пострадали наибольшее количество пострадавших детей, являются детьми среднего и старшего школьного возраста. Это от 10 до 16 лет. Хотелось, конечно же, привлечь внимание родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, к тому, как они себя ведут на проезжей части, будучи и являясь примером для своих детей. Было отмечено также, что школы, образовательные учреждения проделывают огромную работу в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, приучая детей к безопасному и законопослушному поведению на проезжей части. Но родители своим негативным примером зачастую все это просто-напросто портят. Проводить с детьми беседы, направленные на соблюдение ПДД, сегодня просто необходимо, отметили участники собрания. Кроме того, родители должны демонстрировать положительные примеры. Взаимное сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения должно быть во всех отношениях. Касается это и проведение так называемых всероссийских проверочных работ. Что из себя представляет эта форма проверки знаний, рассказала представитель Министерства образования Северного округа Татьяна Османкина. Стоит отметить, что многие родители не совсем понимают, как проходит ВПР, сравнивая их с ЕГЭ. Однако это далеко не одно и то же. Уважаемые родители, коллеги, давайте для себя раз навсегда поймем одну очень простую вещь. Что всероссийские проверочные работы есть контрольные работы, которые проводятся не для того, чтобы оценить детей, а для того, чтобы, если говорить очень просто, школы, учителя, администрация, органы управления образованием увидели проблемы, которые существуют в преподавании предметов, в том, почему не всегда успешно реализуются программы, почему не всегда мы получаем то качество, которое необходимо. Вот для чего проводятся всероссийские проверочные работы. Всероссийские проверочные работы проводятся с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта, отметила Татьяна Османкина. Также она представила информацию о том, какие классы и по каким предметам напишут эти контрольные работы в этом учебном году. В район родительское собрание входят представители родителей со всех учебных заведений нашего района. После районных родительских собраний они доносят информацию до родительских собраний в школах. И я думаю, что лучше услышать точную верную информацию из уст представителей управления образованием и приглашенных лиц, чем потом выдумывать что-то, придумывать. Детально также обсудили итоговую аттестацию прошлого года, как справились, где необходимо подтянуться и застричься. Или внимания на вопросе трудоустройства выпускников. Надежда Щипайкина, Руслан Зубрев, телекомпания «Радуга-3». 26 октября свой 90-й день рождения отметила жительница сельского поселения Антоновка Симухина Клавдия Ильинична. Со знаменательной датой именинницу в торжественной обстановке поздравил глава сельского поселения и представитель первичной ветеранской организации. 26 октября свой 90-летний юбилей отметила жительница села Антоновка Симухина Клавдия Ильинична. В четверг утром с днем рождения именинницу поздравили представители местного отделения совета ветеранов, а также глава поселения. Они принесли цветы, подарки, поздравления от главы муниципалитета. Желаем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть мир и добро царят в вашем доме, в сердцах дорогих и близких вам людей. Именинница была рада гостям, не скрывала волнения, просматривалась и легкая застенчивость из-за столь большого внимания к своей персоне. По словам знакомых, Клавдия Ильинична отличает такое качество, как скромность. Застенчивая, скромная женщина. Она не афиширует себя, но труженица проработала всю жизнь на таких работах. За свою жизнь героиня сюжета сменила несколько профессий. Родилась в селе Ульяновка Первомайского района Республики Татарстан. С 14 лет работала на ферме, затем 10 лет отдала добыче торфа в городе Горький. Вернулась домой, где познакомилась с педагогом, учителем математики Петром Иштиряковичем Батыревым, за которого впоследствии и вышла замуж. Молодая семья тут же переехала в Куйбышевскую область, а точнее в село Суркино Шанталинского района, где прожили в счастливом браке более 20 лет. Воспитали пятерых детей. К сожалению, в 1980 году Клавдия Ильинична овдовела. А спустя три года она переехала жить к дочери в село Антоновка Сергиевского района, где и проживает по сей день. У нее 11 внуков, 9 правнуков. Дочка за ней очень хорошо ухаживает, заботлива всей внуки. Она не брошенная, она не одинокая. Она всегда была добрая, отзывчивая, всегда приходила на помощь, всегда говорила, как надо с людьми обращаться, чтобы к тебе так же обращались, как ты к ним обращаешься. Ну вот, наверное, может из-за этой доброты она и дожила до этих лет. Она никому никогда не дожилала зла. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе, а также трудись и работай, пока есть силы. Вот девиз, с которым и прошла по этой дороге длиной в 90 лет Клавдия Ильинична Симухина. Рядом дети, внуки, правнуки, почет и уважение. И все это, пожалуй, и есть определение понятия счастливая старость. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Сотрудники газовой службы на регулярной основе проводят проверки внутри домового газового оборудования у населения. Делается это для того, чтобы уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Работы ведутся в рамках договоров между газовой службой и населением. Село Сергиевск, улица Советская, дом номер 67. Лидия Ивановна Помпеева в своей квартире принимает гостей. Они пришли не просто так. Сотрудники газовой службы, с которой пенсионерка заключила договор на обслуживание ВДГО, нанесли визит с целью проверки состояния газового оборудования. Они учтивы, вежливы, но главное знают свою работу, проверку проводят доскональную. Приезжают регулярно. Мы довольны очень. Хорошо проверяют, добрые. С нами разговаривают хорошо, вежливо. Все какие-то, если вопросы есть, если я задаю, они мне все объяснят, все покажут. Довольны работой газовиков и в частном доме номер 44 по улице Школьной в Суходоле. Отмечают не только профессионализм специалистов, но и их отношения. Вообще, стоит отметить, в день сотрудник газовой службы посещает 6-7 объектов. И, по словам самих газовиков, сейчас крайне редко встречаются случаи, когда хозяев нельзя застать дома. О визитах предупреждают по телефону заранее, жильцы относятся с пониманием. Как говорится, диалог налажен тесный. По сравнению, как и раньше было, сейчас стали и пускать, и оставляем мы извещения. Если дома не застали, отзываются, отзваниваются. Насчет этого стало хорошо. Мы для этого и делаем техническое обслуживание, да, что проверяет работоспособность газового оборудования. Проверку на утечку газа – это обязательно. Но проблемы не встают. Если утечка газа происходит, то абонент тоже знает, что звонить надо на 04. Зачастую сама проверка занимает не так много времени. В основном она включает осмотр целостности газоиспользующего оборудования, проверку герметичности соединений, возможную смазку газовых кранов, проверку тяги в дымовых и вентиляционных выходах и проведение инструктажа с пользователем ВДГО. Встречаются и неполадки. Специалисты стремятся устранить их в кратчайшие сроки. Бывает, что и трубы играют сейчас, и зимой, и летом они прокладочки на счетчиках пропускают. Газовые плиты, большинство староватые. Бывают прокладочки подсохли где-то что-то, краны высохли. Бывает, что и утечки, краны не крутятся, мажем, все устраняем. В основном автоматика у нас страдает. Естественно, если приходит слесарь на техническое обслуживание и есть с автоматикой проблема, он предупреждает абонент, пишет предписание. В течение 30 рабочих дней должен абонент позвонить нам на номер 22 29 25 и предупредить, что мы купили автоматику. И слесарь приезжает и уже меняет бесплатно эту автоматику. Если он не меняет, он все ответственно берет на себя этот абонент. Но мы имеем право его отключить. Порой поломки обнаруживают жители. В этом случае, в период отопительного сезона, гражданам, которые заключили договор, газовая служба обязана прибыть для устранения неисправности в течение трех ближайших часов. В неотопительное время, когда котлы не работают в течение трех дней. Ответственность за состояние и безопасность ВДГО в том числе возлагается и на граждан. Согласно приказу Министерства регионального развития и постановлению правительства Российской Федерации, граждане обязаны заключать договора на техническое обслуживание и ремонт ВДГО. Незаключение может повлечь большие неприятности в виде аварийных и чрезвычайных ситуаций. Сегодня работает, утечки нет, а завтра может быть и утечка. А мы же не всегда, бывает, и учувствуем, и унюхаем это вот все. И поэтому нужно, обязательно даже нужно заключать договор. Все вышеперечисленное поможет избежать таких неприятностей, как, например, отравление угарным газом. Чтобы уберечь себя и своих близких, граждане должны пользоваться колонкой только при открытом окне и выключенной вытяжке, не осуществлять перенос, замену, ремонт газового оборудования самостоятельно. Также необходимо проверять тягу перед розжигом колонки и по возможности установить сигнализатор на загазованность. И тогда при пользовании газовым оборудованием не будет никаких проблем. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В среду в выставочном центре «Экспо Волга» в городе Самара состоялось открытие 11-й международной специализированной выставки «Нефтедобыча, нефтепереработка, химия». Данное мероприятие посвящено актуальным вопросам нефтяной и нефтехимической промышленности. Кроме того, здесь обсудили и вопросы охраны окружающей среды. За последние 10 лет выставка «Нефтедобыча, нефтепереработка, химия» завоевала и успешно продолжает сохранять за собой статус авторитетной площадки нефтяной отрасли в Самарской губернии. Она содействует развитию профильной промышленности, способствует укреплению бизнеса, позволяет лидерам не только отечественной, но и мировой экономики обмениваться друг с другом научно-техническим опытом, устанавливать новые деловые контакты. В минувшем году выставка отмечала юбилей. Нынешний же 11-й форум не менее представительный. Естественно, ключевые участники – лидеры нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Самарской области. Компания «Роснефть» выступает на проекте «Единым фронтом» и представлена сразу шестью предприятиями. Самара «Нефтегаз», Самара «Непенефть», Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Сызранский нефтеперерабатывающий завод, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Выставка «Форум» – это эффективная коммуникационная площадка, где у лидеров нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отрасли, представителей научного сообщества, есть возможность обсудить все ключевые вопросы этой сферы, перспективы ее развития, найти новых партнеров и укрепить уже существующие связи. Это в своей вступительной речи отметил в Рио председатель правительства Самарской области министр промышленности и технологий Сергей Безруков. Выставка очень нужна для нашего региона. Наш регион является нефтеперерабатывающим, и много предприятий нефтяной и химической промышленности работают в нашем регионе. Это огромные инвестиции, которые вкладывают наши предприятия в свое развитие. Соответственно, для того, чтобы эти инвестиции правильно направлять, для того, чтобы эти инвестиции приносили результат, нужно новое решение, поиск новых инновационных технологий. И для этого и создана эта выставка. Это хорошая коммуникация инженерных компаний, компаний-поставщиков для нашей промышленности, для нашей нефтяной сферы. Работа выставки рассчитана на три дня. За это время эксперты обменяются мнениями, обсудят внедрение механизмов энергоэффективности на предприятиях нефтегазового комплекса, узнают все тонкости применения нанотехнологий в нефтяной отрасли, ознакомятся с новыми разработками и многое другое. Нынешний год – год экологии в России, поэтому основное внимание на площадках будет уделено вопросу решения экологических проблем в нефтехимической отрасли. Без сомнений, это важная задача, которая мобилизует не только все ветви власти, но также и общество наше, и наш бизнес на совместное решение всех задач, направленных на то, чтобы у нас с вами был чистый воздух, чистая вода, чтобы мы сохранили все наши леса, все наши растения, все животные, которые у нас есть. По словам первого заместителя генерального директора, главного инженера акционера на общество «Самара нефтегаз» Николая Останкова, вопросы охраны окружающей среды и ответственное природопользование становятся все более важными задачами государственной политики. В этой связи решение провести 2017-й под знаком экологии переоценить достаточно сложно. На нашем предприятии очень много делается для того, чтобы наше предприятие соответствовало всем лучшим стандартам. В этом году мы ввели три новых мультифазных станции, 11 компрессорных, мы заменили 230 километров газопроводов, мы на 11 объектах используем тепловую энергию. Поэтому мы стараемся быть в лидерах в нашем регионе, в нашей компании по экологической безопасности. По окончательной торжественной части участники разошлись по площадкам, приняли участие в круглых столах, а также пленарных заседаниях, научно-практических конференциях. Форумная часть позволит не только популяризировать достижения нефтяной отрасли, но и по традиции заключить конкретные соглашения по поставкам оборудования и технологий. Дмитрий Сурков, слушаем новости телеканала «Радуга-3». Вообще год экологии для общества «Самара-нефтегаз» ознаменовался целым рядом событий, открытием новых производственных объектов. В их числе и запуск в эксплуатацию полигона по переработке замазученных грунтов на Горбатовском месторождении. «Самара-нефтегаз» к решению экологических вопросов всегда подходил и подходит комплексно. И это особенно важно в этом году, поскольку он проходит под эгидой Года экологии. На предприятии реализуется целый ряд программ, направленных на достижение природоохранного эффекта. В рамках одной из программ в общество «Самара-нефтегаз» в этом году запущен в эксплуатацию полигон по переработке замазученных грунтов на Горбатовском месторождении. Горбатовский полигон – комплексное природоохранное сооружение, которое позволяет не только осуществлять сбор и хранение нефтесодержащих отходов, но и их переработку, на основе которых впоследствии получаются заменители почвогрунтов, которые используются на землях промышленности предприятия. Это пример высокотехнологичного и современного подхода к рекультивации загрязненных земель. Загрязнение может произойти на производственных площадках предприятия после бурения скважин в процессе эксплуатации и ремонта в результате порыва трубопроводов. Спецподразделения акционерного общества готовы к устранению подобных инцидентов в любое время дня и ночи. Нефтезагрязненный грунт вывозится на специальные полигоны грузовиками особой конструкции. Их кузовные борта сделаны герметично под перевозку полужидкой нефти. Нефтезагрязненный грунт после доставки на полигон автомобильным большегрудным транспортом выгружается на участках временного хранения. На соседней площадке складируются органические удобрения. Грунты и удобрения переносят в зону инокуляции, где происходит их смешивание. Образовавшаяся компостная смесь поступает в зону дозревания и отгрузки, куда вывозится по мере необходимости. Процесс переработки и очистки грунта занимает около трех месяцев. Объект соответствует всем требованиям экологической безопасности. Вокруг проложена дренажная система, которая исключает размыв земли в паводок или приливнях. Проектная мощность этой площадки 11 тысяч кубометров в год. На полигоне Горбатовского месторождения будет ежегодно перерабатываться более 9 тысяч кубометров замазученного грунта. Обезвреженный грунт используется на объектах Самара нефтегаз для обваловки скважин, а также в качестве рекультивационного материала. Площадки по переработке замазученных грунтов будут построены также на Яблоневском и Кулешовском месторождениях. Финальные соревнования летней спартакиады нефтяной компании «Роснефть» прошли в городе Сочи, принеся в итоге победу спортсменам акционерного общества «Самара нефтегаз». Сборное общество обошла в общем командном зачете 19 конкурентов. Такому успеху поспособствовали спортсмены Сергеевского района. Мы сейчас по очередности их это. Он шел к этому успеху целых три года. Движение наверх было поступательным, но от медального курса не отклонялся. Сначала бронза, затем спустя год серебро. И вот настал момент, когда его коллекция пополнилась главной наградой. Андрей Котов – один из сильнейших баскетболистов Сергеевского района. Сотрудник акционерного общества «Самара нефтегаз» в составе сборной команды принял участие в финальных играх очередной летней спартакиады нефтяной компании «Роснефть». Спортивный форум прошел в конце сентября в городе Сочи. Выступать нашему земляку довелось на арене, которая три года назад принимала Олимпийские игры. «Где наши спортсмены представляли нашу страну, выступали там, боролись за призовые, за медали. И такой обычный парень, как я, попал в эту Адлер-арену. Для меня это было восторг, восхищение, я не знаю, гордость какая-то». В Олимпийском комплексе «Адлер-арена» и стадионе «Юность» в течение пяти дней спортсмены соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, гиревом спорте, настольном теннисе, шахматом, в легкоатлетической эстафете, толкании ядра, перетягивании каната, а также в соревнованиях по бильярду и боулингу. Отборочные состязания начались одновременно по нескольким видам. Сборная акционерного общества «Самара нефтегаз» сразу заявила о себе, как о сильнейшем противнике в этой борьбе. Ведь она всегда возвращается с медалями. К тому же подготовка к данным стартам шла на высоком уровне. «Мы занимались на пляжу, на песке. Это очень хорошо. И для мышцы, и для физики. Поднимали физику свою». Несколько дней напряженных баталий привлекали к соревнованиям всеобщее внимание. Зрителей было достаточно. Кроме того, на трибунах можно было встретить и самих спортсменов, которые переживали, болели за товарищей по команде в других видах. Баскетбольный матч закончился. Мы идем поддерживаем волейболистов, либо теннисистов. Всех. Мы старались быть одной командой и поддерживать своих спортсменов. Баскетболисты выступили достойно. В прошлом году команда «Самара нефтегаз» с трудом вошла в число 10 лучших. В этот же раз представители «Оранжевого мяча» становились в шаге от финала, завоевав в итоге четвертое место. А данная позиция не только большой успех и продвижение наверх, но и дополнительные очки в копилку общекомандного зачета. Баллы росли, ведь практически все спортсмены общества добивались высоких результатов. Хотелось бы отметить не только нашу команду баскетбольную. Мы ведь туда ехали командой «Самары нефтегаз». И все выкладывались на полную. И не то, что, например, баскетбол, да, а как бы все принесли очки. Этот год очень удивили нас футболисты, мини-футбол. Они заняли второе место. Это очень прекрасный показатель. И взять, например, до всех. Легкая атлетика, теннис, шахматы, волейбол. Все молодцы. Все очень-очень старались, все очень готовились. Сергиевский район на соревнованиях в общей сложности представляли 4 спортсмена. Помимо Андрея Котова, это Марат Таразанов, мини-футбол, Сергей Ермаков, баскетбол и канат, и Алексей Факеичев, мини-футбол и канат. Все без исключения внесли свой посильный вклад. В итоге в общекомандном зачете спортсменам акционерного общества «Самара-Нефтегаз» равных не оказалось первое место. Серебро сыгала команда «Ангара». Бронзовым призером стала команда новокуйбышевского НПЗ. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Минувшая неделя была богата на спортивные события. Сразу несколько соревнований прошло под куполом Суходольского Олимпа. В пятницу главная спортивная площадка была предоставлена молодым теннисистам. Они выявляли сильнейших в первенстве района. С утра пятницы им на откуп был отдан целый купол. Сразу на нескольких площадках разместились столы для настольного тенниса, которые не пустовали. Где юные теннисисты, где ребята постарше оттачивали свое мастерство, готовясь к стартовому турниру осени 2017. Первое районное соревнование. Теннис открыл свой сезон. И сегодня мы обкатываем молодых теннисистов. Перенство Сельгинского района – это не только выявление сильнейших, но и проверка ближайшего резерва. Диапазон участников данных состязаний был весьма широк. Борьбу за победу вели юноши и девушки в возрастных группах от 2000 года рождения до 2006. Впрочем, это не предел. Были среди участников и совсем юные спортсмены 2009 года рождения. Групповые состязания, матчи на выбывание. Все по полной программе, как и в больших турнирах. Да и накал страстей нешуточный. Отдельные слова про массовость. Такого числа участников теннисные соревнования, проводимые на территории района, не видели давно. Невженным глазом заметна работа детско-юношской спортивной школы, готовящей плацдарм для будущих теннисных побед. Работаем, профессионализм растет. Старшие дети у нас посетили учебно-тренировочные сборы в «Жигулях». Летом мы работали, готовимся к спартакиаде. Районная спартакиада у нас будет проходить в декабре. Областная спартакиада зональная. В этом году отдали Сергийскому району, доверили нам зону провести. Давно уже нам не давали зону. Самая главная задача, конечно, спартакиада. Выйти из зоны и в зоне в тройку войти. Основная цель, конечно же, успешно выступить в области. Подготовка может вестись разными направлениями. Ребята приобретают мастерство через тренировки, а опыт через соревнования. В этом плане отчетный турнир – необходимая составляющая. Организаторы признались, уделять внимание игровой практике лучших теннисистов района будут особенно. К выезду планируем. Планируем у нас провести окружной турнир. Сергий Радонежский по настольному теннису. Традиционный наш, да, будем проводить в ноябре месяце. В декабре спартакиада. Там первенство области будет у нас еще. Тоже нам доверили провести первенство Самарской области. Более ста участников – шесть образовательных учреждений. Такое представительство было на отчетном состязании. Были победители, были и проигравшие. Но главный итог первенства – настольный теннис жив и активно развивается. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». И таковы были наиболее заметные события уходящей недели. Ну а мы напоминаем, все то, что вы не успели посмотреть в эфире телеканала «Радуга-3», обязательно найдется на нашем официальном сайте. Сегодня с вами были Надежда Щипакина и Дмитрий Сурков. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok